Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему Почему Германия проиграла Вторую мировую войну? Мнение самих нацистов Победа во Второй мировой войне однозначно одержана Советским Союзом. Страной, которая к тому моменту существовала всего четверть века, имела довольно слабое по сравнению с немецким вооружение и совершенно не ждала нападения фашистской Германии. Но СССР выиграл эту войну. Наши предки, советские люди, все были героями, ведь они совершили практически невозможное. Потому-то историков по-прежнему удивляет, как Германия, имея такой громадный перевес в ресурсах и используя фактор неожиданности, проиграла во Второй мировой. А вот что об этом думают сами немцы? Какими же были основные ошибки Третьего рейха, на которые ссылаются немецкие историки и генералы? Почему немцы проиграли войну русским, которым поначалу относились как к диким неотесанным варварам? Третьего рейха О факторах, которые способствовали победе, сказано много. При этом все же мало внимания уделено причинам поражения вермахта. Сейчас становятся доступными материалы, ранее державшиеся под грифом «Секретно». Они ясно показывают, как оценивали одни и те же события, одни и те же сражения штаба противоборствующих сторон. Эти, к слову, весьма немногочисленные армейские документы, по счастью уцелевшие при бомбежках и после других средств воздействия, дают достаточно полное представление о прошедшей войне. Историки, разумеется, изучали и воспоминания генералов, маршалов и других военачальников противоборствующих сторон. Но ведь человеческая память не всегда бывает надежным источником информации. Другое дело документ, который был создан не по памяти, а в тот же час после свершившегося события. Итак, сначала посмотрим, что пишут немцы, сравнивая ресурсы СССР и Германии. Перевес в ресурсах к началу войны был громадным. Этот факт доказывают и сами немецкие историки. К моменту нападения на Советский Союз Германия, включая ее союзников, имела 4,3 миллиона человек личного состава. Советские войска насчитывали 3,3 миллиона, то есть на 1 миллион меньше. Кроме того, Вермахт в 1941 году был сильнейшей армией мира не только за счет численного превосходства, но и по опыту и умению воевать. Солдаты, офицеры, а также генералы Вермахта имели опыт двух военных кампаний 1939 и 1940 года против Польши и Франции. Именно тогда ими была уже отработана тактика и стратегия Блицкрига, на которой строился основной расчет при нападении на СССР. К июню 1941 года немцы у границ страны Советов собрали не только Вермахт, но и армии союзников со всеми вооружениями, доставшимися им после бесчинств в Европе. Красная Армия, которая подросла числом со времен Гражданской войны в 1939-1940, не могла проводить мобилизацию, чтобы не спровоцировать нападение немцев. Немецкие генералы очень рассчитывали на лето, максимум осень 1941 года. Они хотели до наступления холодов завершить войну с СССР, полностью подчинив эту страну. Воодушевленные быстрым захватом Европы фашисты шли на Дикий Восток в надежде, что через пару-тройку месяцев вернутся домой с богатой добычей. Но этот главный этап войны не закончился ни осенью, ни зимой, перетек в 1942 и последующие годы. У гитлеровцы не смогли взять ни Москву, ни Ленинград, война затянулась. СССР накопил силы и дал захватчикам полноценный отпор. Именно на эти колебания жаловался немецкий генерал Вальтер Шальдебалье, отмечая, что неуверенность командования сыграла ключевую роль в воене. Куда бросить больше сил, на Москву или на Ленинград, эти размышления гитлера начались к концу лета, что не позволило дальше развивать успех, с которым немцы атаковали советскую страну в июне 1941 года. А вот у советских и российских историков другое мнение на этот счет. Немцы еще до колебаний своего начальства значительно отставали от намеченных ранее планов по захвату территории СССР. Ведь, согласно Блицкригу, уже к 40-му дню они должны были захватить Москву. Но битва за столицу Советского Союза началась только 30 сентября. А это уже не 40-й день, а уже 4-й месяц вторжения. Завершилась же эта битва 5 декабря 1941 года отступлением фашистов. Захват Ленинграда был важной задачей стратегического характера. Захватив порты этого города, немцы бы могли доставлять оружие, припасы и солдат по Балтийскому морю, а не тащить через всю Восточную Европу по плохо развитым железнодорожным путям. Поэтому и не бомбили долгое время порт в Мурманске. Он должен был стать для немецких войск на севере базой, через которую пойдут войска и техника. Но поняв, что это сделать и не получится, немцы решили уничтожить Мурманск, потому что именно туда шли грузы для СССР по ленд-лизу. Гитлер был большим авантюристом, но не имел серьезной военной подготовки и таланта как военачальника. Это тоже повлияло на ход войны. Не всегда авантюры заканчиваются успехом даже у самых талантливых. Тем более, когда речь идет о СССР. Вспомнить хотя бы умелого и во многом выдающегося полководца Наполеона Бонапарта. Разве он смог захватить Россию? Нет. Помня неудачу Наполеона, Гитлеру не следовало делать такой шаг, глядишь и пожил бы подольше. Ведь война это очень сложное мероприятие, где нужно с умом сочетать стратегию, тактику, экономику и политику. Да, война тоже авантюра, но на авось повезет, рассчитывать не стоит. А Гитлер это упустил из виду. В дальнейшем ситуация только ухудшалась. После того, как немцы не смогли взять Москву, Гитлер, виня в неудачу своих генералов, стал единым главнокомандующим своей армией. Военный историк Курт фон Типельскерх пишет по этому поводу. Но гибкость, необходимая в такой масштабной войне, у фюрера попросту отсутствовала. Он мало учитывал длину фронта, плохо владел логистикой, когда нужно было быстро перебрасывать войска на важные рубежи. В итоге немцы бездарно тратили свои ресурсы, собирая их в ненужном месте в ненужное время и оголяя важные участки фронта. Бездорожье и морозы – вот первое, на что указывали сами немцы, объясняя свое поражение. Разумеется, они знали про это и раньше и готовились воевать в условиях бездорожья и холода, но недолго, рассчитывая завершить свое дело еще до наступления глубокой осени. Потому и недооценили все риски. Уже в октябре пошли ливни, началась распутница, и немецкие, да и наши тоже армии буквально застряли в трясине. Потому войска вермахта, легко захватившие Киев, не успели прийти на помощь тем войскам, которые пошли на Москву. Так немцы потеряли время, а русские смогли лучше укрепить оборону своей столицы. Серьезный урон гитлеровцам нанесли и морозы, и опять Гитлер забыл про Наполеона. Подмораживаться фашисты стали уже в ноябре, а зимой столбик термометра опустился ниже отметки минус 40 градусов. Гитлер был уверен в быстрой победе и легкомысленно отправил солдаты на восток налегке, без зимнего обмундирования. В конце 1941 года почти треть немцев обморозили себе ноги. Русские холода заморозили и технику. Ломалось все. Замерзала смазка в стрелковом оружии, тормозная жидкость в технике, отказывали пушки. Однако стоит отметить, что зима 1941-1942 года была намного мягче, чем в 1939-1940 годах, когда советская армия воевала с Финляндией. А 50-ти градусных морозов, о которых писал Гудериан, сваливая на это поражение под Москвой, в Подмосковье отродясь никогда не было. Немецким генералам вначале все казалось логичным. Если осуществить быстрый захват важных территорий, сельскохозяйственных площадей и производственных площадок, советская армия останется без вооружения и продовольствия. Действительно, СССР в начале войны потерял до 60% промышленных мощностей. При том, что изначально военных ресурсов было и того меньше. Но в считанные месяцы советское государство мобилизовало ресурсы, наладило производство в тылу. Заводы ставили в поле под дождем, и они работали. Люди, оставшиеся в тылу, сами шли туда, исправно выпускали военную технику и отправляли на фронт. Работа советского тыла во время войны была поистине колоссальной. Гитлер никак не мог это предвидеть, это пишут немцы. А вот Сталин знал, что советский тыл окажется сильнее немецкого. По плану вождя были призваны в армию сразу 14 возрастов. Перемещены на восток страны более 2000 важнейших оборонных предприятий и 10 миллионов квалифицированных рабочих. И не всегда предприятия начинали работать в голом поле. Еще до войны строились цеха, подводились коммуникации, хаоса при перемещении оборонных предприятий не было. Все делалось по плану. Об этом хваленая немецкая разведка не смогла узнать. Потому немцы и сочли все это чудом. Немецкие историки одной из причин поражения в войне считают, что Союз мобилизовал все свои ресурсы против одного фронта. В то время как Германия должна была помнить о границах на западе. 145 дивизий были брошены против СССР, а 38 остались на западном фронте. Но зачем тогда Гитлер шел на восток, если он должен был думать о тыле? Никогда в истории человечества война на всех фронтах не давала хороший результат. К примеру, те же древние римляне активно ссорили своих соседей друг с другом и старались подкупить часть врагов или заключить мир с кем-то, чтобы не воевать на два фронта. Но почему все-таки Гитлер начал войну на два фронта? Немцы утверждают, что перед нападением на СССР фюрер планировал заключить договор с англичанами. Заместитель Гитлера по партии Рудольф Гесс ради этого даже отправился в Англию в мае 1941 года. Договор о полном мире не заключили, но удалось получить от англичан заверение, что они три года не будут воевать с Третьим Рейхом. Кроме того, все надежды Гитлера были на Блицкрик, но его сорвало упорное сопротивление советского государства. Больше шансов на победу во Второй мировой у немцев не было. Гальдер, начальник штаба сухопутных войск, писал об этом еще в 1941. Самая роковая ошибка Гитлера совершена в 1942 году. Именно так считают многие немецкие военачальники и историки. Тогда Гитлер направил главный удар на юг СССР. Его поддержали генералы, которые были уверены, что легко захватят Сталинград и отрежут остальной союз от Кавказа, который был источником нефти. Без топлива у советских войск начнутся большие проблемы. А для вермахта это удачный шаг, потому как у них самих уже в конце 1941 года остро ощущались нехватки ресурсов. И снова генералы недооценили возможности советской армии по обороне Сталинграда. На бумаге-то это выглядело красиво. В июле 1942-го к Сталинграду выдвинулась армия Паулюса в количестве 270 тысяч солдат и 700 танков. У Красной армии под Сталинградом было 160 тысяч солдат и 400 танков. На это и понадеялись военачальники гитлеровцев, опять забыв про отвагу советских защитников. Генерал-майор вермахта Ганс Дёрр в мемуарах «Поход на Сталинград» пишет. «Сталинград должен войти в историю войн как величайшая ошибка, когда-либо совершенная военным командованием, как величайшее пренебрежение к живому организму своей армии, когда-либо проявленное руководством». Именно под Сталинградом решена дальнейшая судьба гитлеровского рейха. Сама сдача в плен Паулюса сломила дух немцев, хотя после этого поражения немцы почти еще два с половиной года продолжали вести войну. Это говорит о том, что армия Германии была очень сильной. Правда, советский народ оказался сильнее ее. Нет, не Красная Армия, а именно народ, который вел Отечественную войну с захватчиком, вероломно напавшим на русскую землю. Это и есть главная причина поражения Германии во Второй мировой войне. Это признают сами немецкие историки и генералы. В книге британского историка Ричарда Овере «Допросы нацистской элиты в руках союзников» приводятся данные из протоколов допросов нацистских лидеров, подтверждающие все вышесказанное. Кроме того, очень четко и емко о причинах поражения Германии написал глава Министерства иностранных дел этой страны Риббентроп. Это неожиданно упорное сопротивление со стороны Советского Союза. Немцы рассчитывали одержать победу на Восточном фронте в 1941 году. Иначе не рискнули бы переступить и границу. Масштабные поставки вооружения и техники США в Советский Союз по Ленд-Лизу. Страна во второй половине войны получила поддержку боеприпасами, техникой и питанием. Успех западных союзников в борьбе за господство в воздухе также обеспечил им победу в войне с Германией. Таким образом, Германия в итоге оказалась неподготовленной к войне против врага, который сочетал американскую промышленную мощь со стратегической глубиной и боевым духом армии Советского Союза. Любопытно только, почему Риббентроп отметил только Запад в плане эффективности авиации, в Советской армии также были успешные летчики и хорошая техника. А самое главное, если бы Гитлера не поддержали ведущие промышленники Европы, не спровоцировали на нападение СССР политики и банкиры Англии и США, жаждущие гибели коммунистов и передела сфер влияния, то не появился бы этот Третий Рейх со всеми своими генералами. В конечном итоге у Гитлера не было выбора, он должен был воевать, иначе долговая удавка стянула бы его шею. Впрочем, и второй путь, война, оказался для фюрера в корне неверному. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую, неизвестную историю России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова